Девочки, всем привет! Это видео будет о покупках. Покупок у меня за последнее время немного, но они настолько крутые, они настолько классные, чтобы мне просто не терпится с вами поделиться. И начну я с помады. Меня как-то в последнее время понесло на помады. Продолжаю я знакомиться с маркой Chanel. Помада Rouge Coco Shine, у меня номер 78. Это вот такая вот нюдово-оранжевая помада. Очень красиво смотрится. Такой вот нежный оранжевый цвет. Давно я хотела оранжевую помаду. Честно, было несколько страшно. Я думала, что я ей буду пользоваться очень редко. Но на самом деле очень люблю эту помаду. Пользуюсь достаточно часто. И очень-очень я ей довольна. Она на первый взгляд мне показалась не настолько прямо крутой, как ее описывают. На нее просто очень классные отзывы. Я не слышала о ней вообще ничего плохого. На первый взгляд мне показалось, что она не настолько уж увлажняет губы, что ну да, она красивая, приятно лежит, но как-то, ну, не знаю, не идеальная. Но потом, в принципе, попользовавшись ею, я понимаю, что мне не хочется брать в руки, ну, какие-то другие помады. Она просто потрясающая, она мне очень нравится. Она хоть и не увлажняет губы, как, допустим, гигиеническая помада или какой-то бальзам для губ, но она на них до того приятно лежит, то есть губы ее не чувствуют. Она очень комфортная на губах, очень приятно. Она не очень стойкая, она достаточно быстро как-то, ну, впитывается в губы, стирается, но тем не менее остается пигмент. То есть, в принципе, я ее подправляю раз, наверное, ну, 6-5-6 за день, то есть за рабочий день. Ну, что, в принципе, относительно нормально. Есть минусы определенные, но я не знаю, она берет своей шелковистостью, она берет своим цветом, несомненно. Вот она классная, несмотря на то, что она не идеально долго лежит, не, там, идеально увлажняет губы, но она действительно классная, я ее очень-очень люблю. Другим помадам у меня рука стала тянуться гораздо-гораздо реже с приобретением вот этой. Вторая помада – это новинка от Dior, вот такая вот жидкая помада-блеск. Классный вообще прикольный тюбик. Я сначала, когда еще не видела их, ну, вживую на стендах, смотрела, ну, на картинках, ну, где-то на плакатах и думала, ну, как же, вот, думала, что вот эта вот помада, и вы ее будете доставать, а она же будет как-то, ну, в случайное движение, и вы ее обломаете об края, ну, в общем, пришла я в магазин, посмотрела именно на стенде, как все это выглядит. На самом деле, очень крутая штука – жидкая помада. Она выглядит как блеск, вот такой вот аппликатор. Наносится, то есть, она как блеск, но она реально очень-очень густая, и, то есть, это действительно до 100% помада, просто вот в жидком варианте. Цвет, девчонки, просто меня вот понесло не просто на помады, а именно на оранжевые помады, поэтому это тоже оранжевая, и цвет, ну, я не знаю, как его передать, он просто потрясающий. Очень красивый сейчас он у меня на губах. На самом деле, то, что вы достаете со спонжиком, это очень-очень много. То есть, спонжик я с двух сторон обтираю об краешке и уже остатками наношу на губы. Если вы не обтираете спонжик, наносится сразу много, приходится потом пальчиком растушевывать. Неудобно, поэтому я предпочитаю спонжик, ну, вытереть, чтобы на нем осталось достаточно немного продукта. Наношу один раз, если мне не хватает, то я просто обратной стороной спонжика наношу еще раз. Наносится просто прекрасно, она очень густая, она ложится прямо, вот вы ее размазываете, как сливочное масло по горячему тосту. Она вот просто так тает на губах, размазывается. Очень круто лежит и она просто безумно долго держится, невероятно долго. Таких помад у меня еще в жизни никогда не было. Она держится, я ее подправляю реально один раз в день, за рабочий день. То есть, с утра перед выходом из дома, а после этого я ее наношу снова после обеда. И то можно, в принципе, этого не делать, потому что у нее очень въедливый пигмент, он впитывается в губы. И даже когда вы много разговариваете, пьете чай, там что-то едите, перекусываете, она остается на губах. У вас не бледные губы, которые не увлажненные, хочется постоянно там облизывать или увлажнить гигиенической помадой. Она в этом плане, ну, она просто идеальная. Смотрится как блеск, то есть губы очень красиво блестят в процессе, она в течение, со временем она впитывается и оставляет именно такое увлажнение, комфортно губах. С ней важно не переборщить, то есть, ну, если я с ней переборщу, мне не очень комфортно губам. Но если наносить именно то количество, какое нужно, небольшое количество, она очень хорошо пигментирована, то, ну, это просто шик, это очень крутая помада. Единственный недостаток, что, ну, я во всяком случае на стенде Диор не обнаружила никаких бледных оттенков. Я на самом деле хотела приобрести какой-то такой нюдовый цвет, я люблю такие розово-персиково-нюдовые оттенки. Но ничего подобного не было, поэтому я вот как увидела вот этот оранжевый потрясающий, просто влюбилась в него. Хотелось бы еще приобрести каких-то оттенков, но вот я не обнаружила таких более или менее носибельных обычных нюдовых оттенков, это минус. Но сама помада просто шикарная, именно слово шикарная, она шикарно смотрится на губах, у нее шикарное оформление, она шикарно ощущается на губах. С ней я чувствую вообще себя просто на все сто такой вот шикарной девушкой. Следующие мои покупки это румяна. И вообще давняя моя хотелка, наконец-то я ее нашла, это лимитированная бронзирующая пудра от Герлен, вот так вот она выглядит, терракота, называется Sun Celebration, праздник солнца. Очень классная упаковка, то есть крышка на магнитах и она вот так вот открывается. И вот так вот все это выглядит внутри. Это просто что-то потрясающее и невероятное. Я не знаю, я влюблена до бесконечности в этот продукт. Это все в одном. И бронзер, и румяно-оранжевые, и румяно-розовые, и хайлайтер такой классный, желтенький такой под цвет. Просто это все в одном. Я наношу отдельно их. Я смешиваю, например, персиковый с таким вот бежевым, очень красиво получается. Продукт просто невероятный. Очень-очень я им довольна. Вот такие вот сводчики. Наверное, не очень хорошо будет видно. Но как же он пахнет, когда вы его наносите, вот этот продукт на щечки. Просто я не могу, девчонки. Это такой просто какой-то бесподобный, потрясающий аромат. И когда вы его наносите, вас вот обволакивает этим запахом. Конечно, он не держится долго, к сожалению. Он тут же выветривается, но в процессе нанесения это просто какое-то блаженство, расслабон. Такой вот именно релакс, наслаждение. Наслаждение эстетическое от вида продукта. Наслаждение обонятельное от его запаха. Просто вообще невероятный продукт. Обожаю, обожаю, очень-очень довольна. Наношу скошенной кистью от Sigma. Как уже сказала, и смешиваю все оттенки, и наношу по отдельности. Наношу хайлайтер. Такие золотинки. На скулы, на спинку носа. Прекрасно смотрится. Очень деликатный блеск и неброски. Чтобы вы не выглядите с ним, на самом деле, как новогодняя елка. Очень-очень деликатный именно такой золотистый блеск. Единственное, что меня смутило в этом продукте, это зеркало. Я не пользуюсь зеркалами из вот таких вот, я прошу прощения, у меня сигнализация на улице. Не знаю, будет ли слышно. Так вот, я не пользуюсь зеркалами из каких-то таких продуктов, теней, румяна, я не знаю, пудры. Ну, не знаю, я предпочитаю большие зеркала, мне неудобно смотреться в эти маленькие. Но здесь зеркало, оно огромное, оно на всю крышку, но оно дико странное, оно кривое. Оно реально кривое, оно настолько искажает, то есть, конечно, лицо у вас там не треугольной формы, но, ну, я не знаю, оно кривое, девчонки. Напишите мне, если кто-то пользовался, кто-то видел этот продукт, у вас та же ерунда с зеркалом или нет. Вот, я сейчас вам покажу свой вид из окна, я не знаю, будет или нет, видно, что оно, конечно, искажает. Вот, ну, в любом случае, девчонки, напишите мне, пожалуйста, очень интересно, реально, если вы тестили этот продукт, либо если он у вас есть, напишите, у вас та же проблема с зеркалом, очень интересно. Вот, это моя просто обожалка. И следующий продукт, я его купила до терракоты, это румяна от Givenchy, тоже оранжевый, как вы могли догадаться. Вот такие вот, их я покупала специально к шинелевской помаде, я их покупала вместе за один раз. Они вообще идеально просто сочетаются, у меня сейчас какой-то такой период, мне хочется сочетать румяна и помаду. Мне это нравится, здесь, я цвета все смешиваю, ну, это очень, конечно, ярко я набрала, так не выглядит в жизни. Так, где было? Вот. Ну, опять же, так в жизни не выглядит, да, это действительно очень ярко, я набрала, надеюсь, вам будет видно. Безумно, но цвет очень-очень красивый, деликатный, бежево-персиковый, такой бежево-персико-оранжевый. Безумно красиво смотрится на щечках, я вам сейчас покажу вместе оба эти продукта. В принципе, что-то в них есть общее, чем-то они похожи. Вот они рядышком. Ну, посмотрите, как шикарно смотрится терракота. Румяна от Givenchy, кажется сразу такими какими-то обычными, простецкими. На самом деле, они, оба эти продукта очень классные. Ну, видите, они похожи, но все-таки они разные. Вот эти вот румяна от Givenchy, они больше такие бежевые, более спокойные. От Guerlain они более насыщенные, такие более насыщенные цвета. Но это не значит, что румяна от Guerlain они более яркие. На самом деле, можно нанести и достаточно, ну, тонким слоем, будет очень-очень деликатно. Можно нанести поярче. Но, не знаю, опять же, будет или нет видно. У меня вот сейчас оранжевое смешанное со светлым бежевым цветом на щеках. Ну, не знаю, мне кажется, будет не видно, но ладно. В общем, это румяна. Теперь переходим к духам. Наконец-то, наконец-то купила свои обожаемые духи от Givenchy, Ангел и Демон. Это самая первая версия этих духов, которая выходила. Вот именно в такой, ну, таком персиковом флаконе. Потому что они сейчас есть и в каком-то бежевом, и в белом, что ли. Не знаю. В общем, именно вот эти вот духи я обожаю. Потому что меня спрашивали под прошлым видео, какая именно версия. Ну, первая версия, девчонки, самая первая версия этих духов в бежевом флаконе. И на этот раз я купила себе самый огромный объем, который только можно выдумать. Это 100 мл. Вот такой вот огромный флаконище. Я не знаю, это потрясающий аромат. Я их очень-очень нежно люблю. Второй раз покупаю. Второй раз у меня огромное бутылище. Первый раз было 50 мл. Сейчас в этот раз 100 мл. Пользуюсь очень активно. Ну, и к этим духам сразу же показываю. Приобрела вот такую вот штучку, называется Травала. Это, ну, все вы знаете, что это такое. Это маленькая емкость, такая дорожная, для духов. И здесь у меня, угадайте, какие духи. Естественно, Живанши, Ангелы, Девы. Очень удобная вещь, на самом деле, здесь дозатор. Видно, сколько там продуктов, сколько духов. Снимается крышка, брызгаете, крышку закрываете. Вообще, просто идеально маленький продукт, размером с помаду. Вот для размера помада Шанель. Очень удобно в любую сумочку, реально в любую сумочку поместиться, в любой карман. Я ее ношу с собой на работу, на работе, после обеда, там, ну, в середине дня подбрызгиваюсь. Просто классная вещь, потрясающая, очень удобная. Вот, девчонки, на этом заканчиваю. Это все мои покупки за последнее время. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще этого не сделали. Будет много-много всего интересного. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok